Я имею честь начать нашу конкурс и веду первую половину сегодняшнего дня. Мы начнем традиционно после общения с прессой. Начнем с приветствий. Хотел сразу сказать сам от всех участников конференции и от организаторов, хотел сказать благодарности Владимиру Суздальскому музею, администрации Гороховецкого района и Гороховецкого музея за возможность присутствовать. Мы здесь за теплый прием, за помощь в организации конференции. И с приветственным словом выступит глава администрации Гороховецкого района Дмитрий Викторович Наумов. Пожалуйста. Спасибо. Конференции, наверное, невозможно. И моя главная задача и задача всей нашей команды и работников администрации создать для вас максимально удобные условия для того, чтобы вы могли реализовать те планы, которые вы хотите. Так что пожелаю вам прежде всего огромной удачи, чтобы работа была продуктивной, чтобы вопросы, которые вы поднимаетесь, обсуждались и находили какие-то конкретные и ключевые моменты в реализации в дальнейшем. Так что вам самое лучшее, удачи. Ну а мы будем всегда рады вас видеть в будущем. И не только по таким мероприятиям, но и в целом. Гороховец заслуживает того, чтобы о нем говорили, о его упоминали. И поэтому, действительно, мы очень рады вас видеть. И думаю, что все у нас получится. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Спасибо вам. Приректор Владимирсоцовского музея и заповедника Сергей Бенчар-Парков. Красивый. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые коллеги. Мы рады вас приветствовать здесь у нас в Владимирской земле, конкретно в Гороховце. Действительно, ну, наверное, Владимирская область достойна того, чтобы здесь проводились подобные мероприятия, ибо это и Владимир, и Суздаль, и Гороховец. Вообще, может быть, немногие регионы в нашей стране могут сравниться с Владимирской областью именно по количеству, в том числе, ну, все знают Владимир и Суздаль, но в том числе таких вот небольших, интересных, исторически очень ценных городов, как Гороховец. У нас, действительно, их очень много. Гороховец, конечно, среди них занимает особенные места. Я просто, помимо того, что я из директора музея, я просто уроженец Гороховецкого района, поэтому все это неспроста совершенно. Вот, и мне действительно очень приятно, что вы, может быть, многие из вас впервые приехали в наш город, конечно, я надеюсь, что многие здесь уже были. Вот, и действительно, тогда вам предстоит это удовольствие и радость встречи с Гороховцом, знакомство с его прекрасной архитектурой, историей. И кто-то из моих знакомых сказал, что Гороховец – это такая интересная шкатулка, это город-шкатулка, которая никогда не открывается с первого раза. И здесь можно вдруг походить, посмотреть, повосхищаться архитектурой для того, чтобы узнать и полюбить Гороховец. Возможно, сюда нужно приезжать несколько раз и быть здесь достаточно долго. Потому что действительно, ну просто на моей памяти я действительно, не только потому, что я отсюда родом, но я мало знаю таких городов, в которых было столько историй. Потому что действительно каждый дом, каждая церковь, каждое здание, каждая улица, у нас есть огромное количество рассказов, историй, легенд. И здесь очень много, и все неспроста. Гороховец, конечно, интересен и своей архитектурой, археологией, потому что мы сегодня говорим об архитектурной археологии, которая является стыком двух наук. И Владимир Владимирович здесь бывал уже на раскопках Срединского монастыря, насколько я помню. И там действительно были вот скрыты фундаменты. И Сергей Иванович Милованов тут у нас постоянный гость. И Институт археологии, Академия наук работает здесь, по-моему, уже шестой год, если не ошибаюсь. До нас экспедиция продолжается уже шесть лет. И, кстати говоря, очень интересные результаты, потому что как-то раньше археологи обходили верховец страной. Ну, это считалось, это самая окраина Владимировича. Что здесь может быть интересного? Оказалось, есть и не только на городище, но даже, может быть, не менее интересные были находки на посаде, о чем нам Сергей Иванович расскажет, я думаю, в арене конференции. Соответственно, пищи для размышлений и для науки здесь очень много. Еще раз скажу, что мы очень рады вас здесь всех приветствовать, очень рады вас познакомить с какого-то, чтобы какая-то часть этих воспоминаний, впечатлений осталось в вашей памяти, в вашем сердце. В общем-то, всегда ждем вас в гости. Спасибо большое. Я тут скажу несколько слов, а после меня Марина Викторовна Владимировиченко, ученый-секретарь искусств археологии. Я хотел сказать, что мы не то чтобы придумываем, а все-таки, наверное, уже представляем небольшую отрасль науки, которая действительно работает между археологией и несколькими другими дисциплинами, включающими искусство знания, научную реставрацию памятников, и культурологию, видимо, и некоторые другие. И эта отрасль, она в данном случае несколько новая, но все-таки она, условно, подходит к тому движению, которое сейчас происходит в стране. Все-таки такая традиционная большая археология, она, конечно, великая наука, но если мы вспомним, например, античность, или западноевропейское, или византийское средневековье, то там нет вот только одного культурного слоя, там всегда в слое содержатся постройки. И вот эти постройки для некоторых регионов страны, для некоторых отраслей археологии, это просто повседневность. Для Древней Руси это, наоборот, великолепие, удивление и так далее. Поэтому мы видим несколько версий, несколько вариантов этой архитектурной археологии, и то, что представлено на нынешней конференции, в довольно большом диапазоне находится между от античности до городов и поселений Крыма, от Домонгольской Руси, столь важной для Древней Руси, до памятников времени XVI-XVII веков, времени Московского царства, когда вот прославился, когда вот селил и выстроил свои лучшие памятники, и Гороховец. Я еще раз хотел всех поприветствовать, сказать, что мы, в общем, как обычно в научной конференции начнем работать, слушать друг другу доклады, но здесь особенно приятно тот фон, на котором это проходит. Город великолепный, он вот так вот с утра открывается чудесными своими памятниками, панорамами, поворотами своих палат, и на этом замечательном фоне научное рассмотрение, научные детали очень близких дисциплин выглядят, может быть, даже выигрышно. Спасибо. Ну и в особо я хочу просто так сказать, что мы очень рады видеть всех вас здесь. Мы собираемся не в первый год, не в первый раз, но отдельные ученые, отдельные исследователи добрались до нас впервые. До нас это архитектурная археология. Сказал Владимир Антенович, мы решили сделать отдельный зуб на архитектурную археологию, в которой уже выпущено два номера, и мы собрали третий и четвертый, и тоже очень скоро будет выпущен третий номер, и за ним последует следующий, посвященный отдельному памятнику Георгиевскому собору Юрия Монастыря, где наша команда работает. И в Институте археологии организована отдельная лаборатория архитектурной археологии. И это все не только потому, что у нас есть к этому желание, какие-то стремления, а именно потому, что, как в любых раскопках, обнаружив эти архитектурные остатки и архитектурные руины, есть необходимость их каким-то образом исследовать, их представлять, давать понимание их значимости и значимости того, что может еще быть обретено. Мы, в принципе, очень мало представляем, сколько, собственно, руин лежит именно под землей, как и в самой археологии, очень не всегда можно представить, какие богатства, драгоценности стоят под землей. Поэтому вот мы стараемся нашу архитектурную археологию вывести на такой говорящий уровень, на уровень, когда можно будет говорить об скрытых, скрытом наследии, архитектурном наследии с научной точки зрения, с реставраторской точки зрения. И как кажется сейчас, как представляется нам, сталкиваясь с этими проблемами каждый сезон, археологический сезон, представляется очень важным говорить об этом, именно потому что все сферы деятельности настолько разнонаправленные, столько векторов в них, что соединить все эти миры, археологию, архитектуру, реставрацию, строительство, производство, какие-то хозяйственные необходимости городские и сельские, очень непросто, но очень важно. И как нам представляется, вот такая вот небольшая камерная в общем-то архитектурная археология конференция может сделать небольшой шаг по направлению к консолидации всех вот этих разнонаправленных векторов. Как и мы внутри этой небольшой науки, я бы сказала, можем каким-то образом сделать единое пространство для обсуждения, для решения каких-то вопросов, которые возникают естественно в нашей деятельности практически ежедневно. Еще раз повторю, что очень рады, что мы все здесь присутствуем и что наше начитание продолжается. И я надеюсь, что продолжится еще какое-то время точно. Спасибо.